Это утро. Верующие начинают с литургии, затем отправляются в крестный ход вокруг Петропавловского храма. В народе Петров день считался границей года. Природа начинала после лета готовиться к осени. На Руси же этот праздник принято было отмечать славе солнца, как небесное светило, которое дарит жизнь. Крестьяне пировали, пели и плясали во славу солнышко. В престольный праздник Петропавловской церкви юбилей отмечает детский православный центр Отечества. Ему исполнилось 20 лет. Фотостудия, флористика, рукоделие, шахматы. Сегодня в кружках занимаются более 500 человек. Также работает молодежный клуб по направлениям кино, туризм и спорт. Я свою внучку вожу. Во-первых, ей очень нравится заниматься танцами. По месту жительства тоже немаловажный фактор. И вообще нравится, как отношения здесь с детьми. Мои дети здесь входят в группу дневного пребывания, то есть это наподобие детского сада. Потом занимаются хором, занимаются танцами, шахматами, лепка, мультипликация. Вообще желают посещать все кружки, которые здесь есть. Им очень нравится. Сегодня епархиальные центры работают по всей Самарской области. Их свыше полусотни. Более 12 тысяч детей бесплатно занимаются изучением языков, кулинарии и декоративно-прикладным творчеством. Вероисповедание ребенка не имеет значения. Центры как раз призваны пробудить в детях веры, отношения к родителям, к ближним. И на основе этой веры любить друг друга. Помимо основ веры им дают и кружковые занятия, и хоровое пение, и творческие различные направления. То есть они в полной мере в этих центрах развиваются. Самой трогательной на празднике стала церемония отправления в небо разноцветных воздушных шаров. В каждом из них желание детей, которые ждут их исполнения. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Евгения Кондольская, Григорий Плешаков. События. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Евгения Кондольская, Григорий Плешаков. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Евгения Кондольская, Григорий Плешаков.